Что сейчас происходит в регионе, расскажет телеканал ПС, студия Артемий Заварзин. Добрый день. Архангельскую радиоактивную зенитку все еще и следуют. По данным информагентства, регион 29 официальное заключение появится не раньше пятницы. Напомним, силами сотрудников МЧС пушка в сквере Победы была демонтирована и эвакуирована два дня назад. Поводом стало сообщение жителя Архангельска, который, собственно, дозимиком замерил радиоактивный фон возле зенитного орудия. Данные прибора показали значительное превышение допустимых показателей, хотя уже в метре от пушки радиации не было совсем. Следственный комитет проводит проверку, добавлю, что в сквере Победы орудие простояло 4 года. Человек, который создал университет. Сегодня Архангельс вспоминает ректора Поморского государственного университета, доктора исторических наук Владимира Булатова. Его жизнь оборвалась 10 лет назад. Коллеги называли его личностью уникального масштаба. Булатов автор более 16 печатных работ по истории и культуре Севера. Впрочем, помимо серьезных исторических исследований, он занимался и управленческой работой. Педагогическому УЗУ Владимир Булатов отдал 30 лет. Во многом благодаря ему диплом Поморского университета стал знаком качества фундаментального классического образования. Он же автор идеи Федерального университета. Один из создателей Ломоносовского фонда. Защитив докторскую диссертацию в МГУ по Арктике, Булатов уже тогда понимал, что государство обязательно обратится к арктическому вектору развития. Владимир Булатов прожил всего 61 год. В Архангельске будет создана единая электронная карта горожанина. Ею можно будет оплатить проезд в автобусе, на речном трамвае, пригородном поезде. А еще расплачиваться за питание ребенка в школе, покупать билеты в любой музей и даже получать скидки в магазинах-партнерах новой электронной системы. Выбор этой карты будет осуществляться на открытом инвестиционном конкурсе, то есть без привлечения средств городского бюджета, путем модернизации и развития уже нашей существующей системы, по которой, как вы знаете, сегодня ездят наши льготные категории граждан. При разработке новой системы учитывался опыт других городов. Мурманска, Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга. Предполагается, что воспользоваться картой горожанина можно будет уже с 1 января 2018 года. В Кинозере в самом разгаре сезон реставрационных работ, которым здесь уделяют особое внимание. За 25 лет существования нацпарка к жизни возвращены более 20 святынь. Всего же на территории Кинозерского национального парка более 40 памятников архитектуры регионального и федерального значения. Алексей Шемякин продолжит. Что не храм или часовня, то своя история. Вот визитная карточка Плесецкого сектора парка, часовня Николая Чудотворца 18 века. Одно только 16-гранное небо оставляет неизгладимое впечатление. Многие венцы были утрачены, но центральный, на котором изображена Святая Троица, удалось сохранить. Остальные отреставрировать. Это уникальное архитектурное решение местных жителей, ведь такие небеса были не свойственны маленьким часовням. Кинозерские крестьяне раньше часто занимались отходничеством, то есть уезжали в крупные города на заработки. И когда они приходили в этих городах, вот большие красивые церкви, им очень нравились эти расписные своды, мозаики. И свои маленькие северные часовинки, они тоже хотели как-то украсить и сделать их похожими на вот эти красивые каменные храмы. На самом большом острове Кинозерия Медвежий чудом удалось сохранить часовню Святого Власия. В 90-е годы помогли норвежские друзья парка. Они применяли систему лифтинга, когда часовню поднимают на домкрат и заменяют только сгнившие венцы. Просто если бы мы разобрали святыню на глазах местных жителей и увезли ее, то я думаю, что это было бы очень неправильно. Если не будет часовни, то по верованию местных жителей не будет и деревня. Если не будет местных жителей, то это будет уже не национальный парк, а просто консервированный музей, грубо говоря. Еще одну часовню с острова Медвежий увезли в музей Малой Карелы. А вот жители деревни Зихнова более 50 лет назад не позволили разобрать часовню Иоанна Богослова. Сергею Лопатину было тогда всего 10 лет, но он хорошо помнит, как прилетел вертолет с рабочими, чтобы перевезти святыню. Но на ее защиту вышла вся деревня. Тут хотели снять, ленд-фильм хотел увезти, не дали. Стропа тут сколько лет, года два или три лежат, стропа были просунуты, вертушка тут стояла. Постояли, постояли часа полтора и ехали. И все тут, бабушки там, старушки, все-все-все, все население не дали увезти. Сидели прямо. Они говорят, только с нами можете увозить. Есть на территории национального парка и самая маленькая часовня-крест в мире. Успения Божией Матери в деревне Тырышкино. В ней помещается всего один человек. Никаких сведений о времени постройки не осталось, так же, как и главные храмовые иконы. Потерять во времени могли многие шедевры архитектуры кинозерия, если бы нацпарк не взял их под свое крыло. Во-первых, они являются очень значимым элементом духовной жизни местного населения. Во-вторых, представьте себе, как сохранять природу, если внутри нее разрушаются памятники истории культуры. И за 25 лет деятельности парка мы полностью восстановили 21 памятник архитектуры, а на 18 проведены консервационные работы. В этом году в нацпарке надеются завершить реставрацию Почезерского храмового комплекса тройника. Таких строений на севере России осталось всего пять. Среди других не менее важных задач – восстановление памятников истории на территории парка «Онежское поморье», который с прошлого года является частью кинозерия. Алексей Шемякин, Денис Линчевский, Архангельское телевидение, Кинозерский национальный парк, Плесецкий район. А сейчас интересная история с юга области. Разменять город на грядки решил житель Череповца и переехал в Конышский район, в оставшийся от бабушки дом. Вдали от городской суеты Виктор Терехин основал небольшой питомник, где выращивает саженцы деревьев и редких кустарников. Материал Олеси Кокиной. Железнодорожник по образованию, альпинист по профессии, уроженец индустриального череповца. Виктор Терехин стал сельским жителем, когда понял, что пора жениться. Вспомнил про бабушкин дом в Конышском районе Поморья и привез туда будущую жену Машу. Переехали, дом не жилой был, 15 лет уже никто не жил, обои висят, печки дымят, огорода нет, бурьян. Вот разработали маленькую грядку, потом дальше больше. Из свадебного путешествия по Дальнему Востоку молодожены привезли в деревню семена и плоды более ста видов растений и решили создать на своем участке питомник. К делу подошли основательно. Виктор окончил курсы лесовода, поездил на профессиональные семинары. Как оказалось, не зря. Дальневосточные деревья и кустарники прижились на севере. Вот весна, лето 2015. И все, вот северный орех, гибриды манчжурского и грецкого ореха, черешки-то дуб, манчжурский орех, черный орех. А вот мано-клен, вот клен мано. Клен мано. Красивый, у него такая, они, да, да, он небольшой, да, мелколистный, он такой небольшой листик, но он очень декоративный, смотрите. В отличие от этого, от Ложнозибольдов. Ну, они все как бы прелестные, да. Все. Сегодня питомник приносит семье стабильный доход. Серехины даже надумали расширяться. Взяли в аренду еще земли. Хотят построить новый дом и увеличить площади под выращивание саженцев. Рабочих рук хватит. У Виктора и Маши уже растет маленькая Даша. Будет первой помощницей. А в планах у пары завести побольше ребятишек. Олеся Кокина, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. Мы продолжим рассказывать о главных темах и событиях в регионе в 16 часов на канале ПС. Будьте с нами.